Так выглядят полтора миллиона рублей. Так хрустят полтора миллиона рублей. Так блестят на гусеницах трактора полтора миллиона рублей. А это грустит человек, который потерял полтора миллиона рублей. Жалко, хороший яблоко. Очень хороший. Мы перекупаем его по магазинам, сетям издаем. Не знаю, какой вина наши. Ну, белорусские номера мы привезли, предлагали, мы покупали его. Хотели, чтобы отдавать, поймали там. И, наконец, так звучит причина, по которой полтора миллиона рублей могут быть изъяты и раздавлены гусеницами трактора. Яблоки свежие, они являются запрещенными ввозу в Российскую Федерацию. То есть, ввезенные нарушениями с указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года, номер 560 и от 29 июля 2015 года номер 391. Эти невинные, на первый взгляд, яблоки, на самом деле, те еще шпионские агенты. По документам, прибыли из Македонии в Брянскую и Смоленскую области, где их расфасовали по коробкам и отправили на Урал. На самом деле, 20 тонн селекционных фруктов, нарушая все указы президента, проникли в Россию из Польши. Если бы не специалисты Россельхознадзора, во время очередной проверки торговых точек инспектор по сорту яблок Итари вычислил, что фрукты опасны. На данных тортовых коробках имеются явные следы переупаковки, перемаркировки. Видите, что этикетка была сорвана. Яблоки нарушителей границы изъяли, опечатали и вывезли двумя автозаками, то есть самосвалами, на полигон твердых отходов поселок Верхний Винский. Тут и начали хрустеть под гусеницами полтора миллиона рублей. Впрочем, инспекторы Свердловской области со своими 20 тоннами пока значительно отстают от передвигов уничтожения санкционной продукции. Давай, давай, давай еще! Вот в Смоленске есть чем гордиться. Только за апрель таможенниками уничтожено в общей сложности 12 партий санкционных товаров. Общим весом 189 тонн. Сколько миллионов хрустели под теми гусеницами, сложно даже представить. Дарья Соловьева, Катерина Кономарева. Настоящее время. Продолжение следует...